здравствуйте дорогие друзья здесь демитков юрий ну сейчас немножечко расскажу о текущем состоянии на бирже дело в том что я недавно всем рассказал что яндекс должен вырасти потому что у него очень хороший отчет во-первых а вторых поступила негативная информация о том что наша госдума замысла какую-то очередную бяку насчет яндекса и акции сильно упали и был хороший момент для того чтобы купить яндекс и что из этого всего вышло сейчас я вам покажу ну если вы помните что я сказал что это хорошо сделать вот и первый раз я купил яндекс вот здесь по 2426 рублей он действительно скакнул я купил там всего три лота в том видео которое я показывал предыдущие но потом я немножечко решил спекульнуть этим делом потому что я такой наивный что я сам верю в то что я говорю вот поэтому я решил купить еще 100 лотов это на 240 тысяч рублей вот 100 лотов яндекса еще плюс вот те которые три лота я намеревался и намерен оставить надолго ну а эти чисто спекулятивная позиция вот и когда их купил то собственно говоря они немножечко выросли потом немножечко упали у меня там стоял стоп стоп сработал я потерял две тысячи рублей но потом что произошло дальше дальше яндекс немножечко упал и я смотрю он как-то замедлил свое падение вот смотрите вот он сработал стоп сейчас скажу где вот здесь я его купил и ну где-то сработал вот здесь стоп а ну чуть ниже вот когда они опустились сработал стоп я там немножечко потерял и когда он смотрю он взлетел потом снова стал падать я решил еще раз купить тот же самый лот 100 100 лотов короче говоря на 240 тысяч снова он слегка опустился и дальше начал расти вот сегодня да вот это вот вчерашний по моему да вчера после обеда вот он начал расти потому что пошла информация о том что никто не собирается принимать вот этот вот законопроект как который там чудак выдвинул вот и сегодня утром открылась биржа она открылась ростом а нет это сегодняшний сказать сегодняшнее утро она открылась ростом это аукцион это был аукцион пред биржевой вот здесь они немножечко скакнули вверх потом опустились я поставил на продажу этих этих эти 100 лотов вот здесь на на уровне на уровне так она не хочет меня показывать сейчас я линейку отключу вот здесь вот на уровне 2522 рубля за акцию купил я их соответственно соответственно вот видите 2405 и того а продал по 522 соответственно 100 рублей примерно 100 100 с небольшим там 110 рублей на каждой акции на каждом лоте я заработал 100 умножаем на 120 получается 12000 то есть те я отработал те 2000 которые потерял на предыдущем стопе и немножечко заработал заработал я на этих двухстах тысячах сейчас покажу сколько это 4,68 процентов на этих деньгах на двухстах тысячах с небольшим рублей вот это называется привет тем кто говорил что яндекс на хаях что яндекс будет падать что там все такое что это очень очень рискованно привет ребята продолжайте думать так же а я буду улыбаться вот что по поводу обуви россии значит давайте посмотрим что по поводу обуви россии она продолжает расти я ее продал ту спекулятивную позицию которая у меня была я ее продал еще где-то вот здесь вот о чем сильно жалею вот но спекулятивную немножечко осталось там у меня в портфеле который я не собирался продавать она продолжает расти сегодня я увеличил долю в портфеле обуви россии таким образом на сегодняшний день вот прямо на настоящий момент портфель выглядит вот так это долларовая часть по прежнему 41 процент портфеля это занимает одна единственная облигация рус 28 про которую вы знаете я рассказывал уже не раз следующее по объему это распадская которая упала нынче полиметал который очень здорово поднялся потом опустился но все равно я в плюсе на следующей позиции у меня яндекс сейчас вот они шесть лотов на 15 тысяч рублей вот следующая позиция новотек который я ожидаю что будет расти и он вырос уже то есть я в небольшом плюсе ну вот так следующая позиция система куплено давно я просто держу следующая позиция сегодня я увеличил вложение в обувь россии сейчас у меня уже 200 акций обуви россии на 13 тысяч рублей ну вот я их и намерен как-то держать но наверное стопы буду ставить но в общем я не вижу проблем дело в том что обувь россии недавно отчиталась она отчиталась очень хорошо долгов у компании нет и я думаю что у нее есть потенциал роста точно до 72 рублей за акцию вот далее газпром ну я считаю что есть потенциал роста он у меня уже в прибыли так что я его держу и держу надолго продавать не собираюсь следующее аэрофлот у меня что у меня с аэрофлотом давайте попробуем взглянуть что у нас с аэрофлотом творится так яндекс убиваем аэрофлот вот он вот он аэрофлот вот у меня позиция он опускался его купил опускался он там не помню на чем вот но пока в минусе ничего страшного не происходит банк втб я говорил что я собираюсь уменьшить долю в нем вот у меня стоит заявка на продажу банка втб он последнее время вырос ну есть вероятность большая что он еще вырастет ну в общем вот так я поставил заявку на продажу не все части а большие части вот втб потому что он мне не нравится так дальше алроса с алроса и что давайте посмотрим что с алроса и алроса у нас как упала после по моему дивидендного гэпа так она пока не восстановилась ничего страшного вот дальше у меня идут смотрите татнефть газпромнефть и башнефть это все акции одного одного типа нефти нефтяные компании которые продают нефть в розницу в основном сказать ну и как бы у них есть крупные компании то есть но они из одного и того же сектора 6742 у меня в татнефти в газпромнефть 4151 4151 рубль и башнефть совокупный объем вот этих вот инвестиций 6 плюс 4 10 плюс 3 13 14 тысяч рублей примерно то есть это примерно сопоставимо с моими инвестициями в поле металл это добыча драгоценных металлов яндекс это хай-тек и распадская это уголь вот новотек это газ сжиженный в основном система это телекоммуникации обувь россии это розница газпром это ну нефтегаз нефтегаз вот аэрофлот транспортная компания банковский сектор у меня совсем мало ну вот так вот сургут нефтегаз это нефтедобывающая компания но большая часть там как говорят в долларах она зависит от доллара и вы помните эпопею сургут нефтегазом они упали они упали значительно ну они упали больше чем на размер дивидендов идет восстановление я их продал в тот момент когда вот здесь вот все они уже были на максимуме я их очень хорошо продал сургут нефтегаз и оставил сколько там 100 акций там ну это совсем маленькое вложение у меня по минимуму 3000 рублей просто так чтобы наблюдать вот дивиденды я получу не с этих 100 акций дивиденды я получу с 300 акций у меня было три лота оставалось два из них я продал оставил один лот просто оставил вот дивиденды я получил с 300 акций в размере 7 рублей 6 2 копейки ожидаются ну в скором времени уже они ожидаются вот такой у меня портфельчик что по поводу золото добывающих компаний это вот полиметал давайте посмотрим как он себя чувствует полиметал вот он они недавно упали здорово сейчас вот идет восстановление вот и кто-то мне говорил что наверное лучше купить полюс давайте посмотрим как ведет себя полюс полюс ведет себя но в данный момент наверное получше вот так сейчас давайте сравним еще раз полиметалом так здесь дневной график здесь тоже поставим дневной вот так здесь у нас сейчас секундочку я посмотрю так восьмое число у полиметалла и вот так сравниваем ну да полюс немножечко чувствует себя лучше золото добывающие компании полюс золото ну ничего страшного я считаю я ну то есть как бы у меня есть достаточно большая часть золото добывающих компаний полиметалли поэтому полюс я не покупаю вот и еще у меня задавали вопрос люди что я думаю по поводу тантала давайте посмотрим очень удивительный график тантала очень удивительный посмотрите вот недельный смотрите тантал это акция вот уровень был акции где-то в районе сколько ну 33 рубля всю дорогу он они были в районе 33 рублей я думаю что акция крайне низко ликвидно и вдруг ни с того ни сего с 33 рублей он вырос внезапно до ну грубо говоря 330 рублей в 10 раз в какой-то момент достаточно быстро выросла цена на эти акции как классно это практически как биткоин представляете да ну давайте посмотрим на стакан цен ухты он даже есть котировки какие-то то есть их даже можно купить и даже можно продать почему я не хочу их покупать потому что я не знаю чем обеспечен вот этот вот рост для того чтобы знать когда они взлетят в цене надо быть инсайдером скорее всего здесь была покупка крупных пакетов акций скупка на бирже кем-то кто близок к руководству это очень похоже на правду вот либо что-то они продали пообещали дивиденды я просто не знаю я зашел на сайт компании там тантал и ничего там не увидел последняя бухгалтерская отчетность за 2015 год это на сайте компании вот возможно сайте открытие раскрытие информации там что-то другое будет и на том же сайте есть распродажа имущества тантала то есть тантал продает непрофильные активы теннисный корт и какие-то склады куда они будут девать эти деньги и насколько дорого можно их продать саратовской области я не знаю вот поэтому я очень спать не собираюсь покупать эти акции вот еще одни низко ликвидные акции сейчас я вам покажу но так как я нахожусь в калужской области то меня интересовала калужская сбытовая компания вот посмотрите график очень похож на тантал ну конечно масштабы совсем не те здесь где-то в районе 12 рублей за акцию они стоили традиционные вдруг выросли до ну вот грубо говоря сорока восьми в четыре раза рост не в десять но в четыре но здесь тоже самое было просто скупка акций компании когда этот спрос прекратился соответственно акции упали до 12 рублей когда будет продолжение этого сказать праздника я не знаю есть подозрение что вот в декабре их покупали но может быть декабре и что то повторится но в общем сказать крайне не рекомендую заниматься такими делами потому что потому что это крайне низко ликвидные активы то есть здесь активность объемы торгов совсем не те посмотрите ну что такое вот скажем эти лоты 1190 вот на 100 тысяч я могу купить ну в принципе чтобы купить на 100 тысяч надо ну практически весь стакан скупить наверно сказать там достаточно много вот то есть эти акции крайне низко ликвидные поэтому продать их будет достаточно сложно наверное вот не знаю просто просто не знаю вот но такая вот информация утренняя по акциям я буду продолжать вас знакомить с этими делами как искать наиболее прибыльные наиболее интересные инвестиционные решения вы видели что за два дня на яндексе я сделал четыре с лишним процента четыре с половиной процента за два дня не годовых а за два дня то есть в принципе здесь можно заработать и можно заработать много как это делать как ориентироваться во всех этих графиках как быстро ставить заявки снимать заявки ставить стопы обо всем этом я рассказываю на курсе биржа для чайников и как раз сейчас для того чтобы вы начали инвестировать я предлагаю предварительную запись на курс биржа для чайников который будет в сентябре середина сентября сейчас его можно туда включиться за половину цены вот то есть с сентября он будет стоить 10 тысяч сейчас он стоит пять тысяч рублей участие в живом тренинге в живом курсе биржа для чайников с 15 августа он будет стоить уже семь с половиной тысяч рублей а вот с первого сентября уже 10 тысяч рублей и еще один момент количество участников в живом курсе ограничено 50 человеками вот поэтому число число желающих ограничено и я хочу чтобы вы купили этот курс именно за пол цены не покупайте его за стопроцентную цену потому что потому что это невыгодно просто вы просто сэкономите 50 процентов но вы сэкономите намного больше потому что основное внимание там я уделяю тому как не потерять на фондовом рынке и на каких моментах люди обычно теряют деньги и прямо буду тренировать вас вот делайте так 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 вот поэтому записывайтесь пожалуйста сейчас я могу показать как это выглядит вот посмотрите если вы перейдете на сайт demetkov.com который вы видите под каждым моим видео то здесь появилась новая кнопка новый курс новый курс вот это как раз запись на новый курс который будет в сентябре мы переходим на вторую страничку все очень просто на самом деле вот и здесь прямо написано объявляется набор на новый живой курс биржа для чайников начало 15 сентября 2019 года это ориентировочно оплата если до 15 августа вы оплачиваете то живой курс будет стоить 5000 рублей за очное участие 3000 рублей с 15 августа по 1 сентября 7500 рублей и за очное участие 5000 рублей ну а с 1 сентября уже 10000 рублей за очное 7500 чем отличается очное от за очного да и вот здесь дальше прямо вот страничка оплаты здесь надо внести сумму заказа которую вы хотите оплатить далее идет описание заказа просто пишем живой живой сентябрь например да вот и город и фамилия вот огненск я живу в городе огненские фамилия моя демитков дальше юрий алексеевич здесь все просто достаточно email вносим контактный телефон и собственно говоря все сумма заказа вот пишем там 5000 рублей вот и собственно говоря оплатить вот после того как я нажму оплатить мы переходим уже на платежный сервис тиньков банка это идет оплата на ип демитков то есть там все официально и соответственно проходит оплата у всех ну ни у кого еще не возникало больших трудностей вот по поводу гарантии если вы считаете что вам это не подходит то без объяснения каких-либо причин вы можете сказать в течение первых десяти дней после начала обучения попросить свои деньги назад их вернул в полном объеме то есть стопроцентный возврат денег если вам что-то не подходит даже без объяснения причин но лучше конечно то есть мне интересно конечно почему люди отказываются на самом деле отказов было всего два один был отказ потому что человек сказал что ему это не подходит а второй просто потому что ну там очень сильно изменились личные условия насколько я помню он его и там потребовались очень большие деньги вот поэтому ну я верну деньги хотя для меня это очень очень болезненно на возврат денег потому что когда вы оплачиваете я плачу за это налоги и плачу за эквайринг там достаточно большая сумма когда я возвращаю я эти деньги назад не получаю вот на этом то есть я как бы тоже могу акцентировать то есть это потери для меня вот на налогах прежде всего потому что налоги с этого я плачу сразу что еще я хочу сказать чем отличается очный от заочного у меня часто спрашивают смотрите дело в том что я когда рассказываю на курсе бирже для чайников я демонстрирую все на живом терминале и на настоящем терминале там деньги настоящие живые но фондовый рынок работает до 18 часов 45 минут а так как занятие длится два часа поэтому начало занятий в 17 часов это далеко не удобно для большинства людей которые живут в регионе где московское время потому что в это время люди как правило еще на работе самое удобное самый удобный вариант это для тех людей которые живут урал и немножечко дальше за уралом ну вплоть до красноярска скажем там когда время отличается от московского плюс два часа три часа четыре часа для этих людей самое удобное время для тех кого неудобно то есть по многочисленным просьбам я ввел заочную форму то есть вы можете смотреть свежие занятия все но в записи до занятия в записи для тех кто живым варианты тоже естественно доступны вот но вы можете по свежим следам просто смотреть и следовать за курсом но чем отличается живой курс конечно же это мы с вами на одной волне и лучше усвоение материала вы можете в любой момент спросить что-то и так далее мы в визуальном контакте буквально и в аудиальном то есть вы можете спросить прямо по ходу переспросить если что-то непонятно я отвечаю занятие происходит так сначала я рассказываю что-то чисто ну теоретическое вторая часть занятия это на практике показываю как это работает и третья часть это вопросы ответа обычно то есть или ну обсуждение того что я рассказывал на теоретической части и на практических показывал вот таким образом все это построено курс рассчитан на полных чайников то есть полностью нулевое знание по через полтора месяца вы уже будете неплохо разбираться в том что такое акции облигации как их покупать как ставить стоп заявки как торговать что такое технические индикаторы индикаторы технического анализа как графики работает терминал и все прочее вот кроме того вы будете участвовать в чате в телеграме где можно и задавать вопросы и соответственно делиться новыми и инвестиционными идеями поэтому сейчас нажимайте пожалуйста на бирже для чайников вот там в левом углу вы увидите значок и тоже выскочит биржа для чайников я думаю что вы не промахнетесь а сейчас спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи